Следующий доклад у нас Оксана Андреевна Кисляк, профессора, заведующая кафедрой терапии, тоже 2-го меда. У нас сегодня день 2-го меда. Да, так. Про метаболический синдром поговорим. Тема сегодня модная, интересная. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Павел Андреевич. Спасибо всем, кто слушает нас сегодня. Сегодня я хочу сегодня привлечь ваше внимание к пациенту, которого мы очень часто видим. Это пациент, у которого есть метаболический синдром и артериальная гипертензия. На самом деле эти пациенты оказываются в поле зрения терапевтов, кардиологов. Не потому, что у них есть метаболические нарушения и вот этот метаболический синдром, а потому, что у них есть артериальная гипертензия, и фактически именно она приводит их к врачу. Следует сказать, что мы вот к большому сожалению зачастую ограничиваемся при лечении таких больных именно коррекцией артериальной гипертензии и контролем артериального давления. Ну, с одной стороны, это замечательно, потому что мы все с вами хорошо знаем, что артериальная гипертония – это самый часто встречающийся такой фактор риска развития сердечно-сосудистой патологии. Ну, кроме того, вклад артериальной гипертензии и сердечно-сосудистую смертность абсолютно, так скажем, определен, велик, и мы это понимаем. Поэтому, конечно, контроль артериального давления у пациентов с метаболическим синдромом очень важен. Ну, на самом деле, были даже такие исследования с сахарным диабетом пациентов, с сахарным диабетом. Ну, например, такое известное исследование ЮКПДС, которым было показано, что на самом деле профилактика сердечно-сосудистых событий и уменьшение, улучшение прогноза и уменьшение показателей смертности относятся к группе пациентов, у которых контролируется артериальное давление, а совсем не у тех, у которых достигается, например, контроль уровня глюкозы. Таким образом, надо признать, что в комплексной терапии пациента с метаболическим синдромом безусловно коррекция артериальной гипертензии, контроль артериального давления играет очень важную роль. Ну и вот тем более по данным исследования вы видите СРФ распространенность артериальной гипертензии даже в группе пациентов до 65 лет значительная, почти 50%. Однако все-таки в центре проблемы метаболического синдрома находится не артериальная, конечно, гипертензия, а ожирение. Ну, у нас есть данные, эти данные, в принципе, нас, так сказать, убеждают в том, что, конечно, во многих странах имеется очень большой процент пациентов с ожирением, но и у нас опять по результатам исследования СРФ, как вы видите, примерно каждый третий пациент, ну, по крайней мере, тот, у кого анализировались эти параметры в этом исследовании, имел ожирение. Причем, обратите внимание, речь идет именно об ожирении, а огромное число пациентов еще имеют и избыточную массу тела, и на самом деле избыточная масса тела, в принципе, так же важна, как и наличие ожирения, и может быть ассоциировано с нехорошим прогнозом. Помимо этих цифр есть еще и динамика, да, есть такие вещи, как появление новых случаев, регистрация новых случаев ожирения. Вот профессор нашей кафедры Антоний Владимирович Стародубов в свое время провела такой очень подробный анализ для оценки динамики общей заболеваемости и первичной заболеваемости детей, подростков и взрослого населения Российской Федерации. Ну, помимо того, что, конечно, есть различия по регионам, они действительно существуют, но, к сожалению, более такая неприятная тенденция – это тенденция увеличения числа людей с ожирением, причем во всех группах – и взрослые, и дети, и подростки. Но, как вы видите, особенно бурно рост числа лиц с ожирением наблюдается в подростковом возрасте. Почему это важно? Важно это потому, что вот эти пациенты с метаболическим синдромом, с ожирением, с артериальной гипертензией, когда они приходят к нам уже на прием, будучи взрослыми пациентами, да, оказывается, что у них уже длительно существует эта патология, зачастую именно она корнями, так сказать, ушла в детство и в подростковый возраст. И в этой ситуации мы видим довольно часто уже такие, ну, продвинутые, в кавычках, естественно, случаи, то есть случаи с поражением различных органов мишени. Поэтому, конечно, вообще сам факт наличия ожирения у пациентов с метаболическим синдромом очень важен, и мы убедились, мы в процессе вот наших тоже исследований в том, что большую роль даже играет просто ожирение, да, даже без наличия абдоминального ожирения. Хотя все же, все же, именно абдоминальное ожирение, конечно, ассоциировано с множеством нарушений метаболических и с так называемым метаболическим нездоровьем. Мне очень нравится этот термин профессора Аметова, потому что вот пациенты с метаболическим синдромом, это как раз те люди, про которых можно сказать, что у них есть вот это состояние метаболического нездоровья. У них еще нет сахарного диабета, да, у них еще нет, может быть, каких-то очень тяжелых состояний наших, сердечно-сосудистых, но это комплекс проявлений очень опасный. Единственное, о чем хотелось бы также сказать, о том, что мы по-разному смотрим на вот те проявления, процессы, которые возникают вот у пациентов с метаболическим синдромом и с висцеральным ожирением. Вот если говорить о молодых, то, по сути, первично там именно ожирение и висцеральное ожирение, и часто это связано с недостатком физической активности, с неправильным питанием и так далее, и так далее. Но если говорить о других контингентах, например, о женщинах в постменопаузальном периоде, мы все с вами хорошо знаем, что существует постменопаузальный метаболический синдром, то там, по сути, все-таки первично именно инсулинорезистентность, так как она возникает и прогрессирует по мере падения активности гормонов, женских гормонов, эстрогенов. Поэтому, конечно, это разные могут быть причины, но так или иначе вот этот порочный круг, он существует и в первом, и во втором случае. Поэтому ясно, что вот в комплексной такой терапии пациентов с метаболическим синдромом и артериальной гипертензией обязательно должны быть мероприятия, такие, которые мы относим к реализации подходов здорового образа жизни, обязательно должны быть упражнения, физическая активность. И, конечно, должны быть рекомендации по рационализации питания. Это очень важный момент. И дополнительно вот к этому, как бы к набору, который мы с вами создаем, вот эту вот, так сказать, корзину этого комплексной этой терапии, мы добавили уже к коррекции давления, мы добавили немедикаментозные некоторые методики для лечения ожирения. Я хочу еще тоже сказать такую вещь, это тоже очень важная вещь. Есть определенная ассоциация между избыточным потреблением соли и наличием метаболического синдрома. Поэтому вот в структуре, опять-таки, рационализации питания надо учитывать и этот момент, то есть уменьшение потребления соли. Итак, в центре находится ожирение, да, находится абдоминальное ожирение. Однако, помимо этого, есть и другие проявления этого состояния. Мы уже говорили о гипертензии, об инсулинорезистентности, но у многих пациентов имеются нарушения углеводного обмена в варианте предиабета. Различные варианты, да, различные варианты дислепидемии. При этом в разных рекомендациях вы можете встретить разные такие, ну, критерии, которые предлагаются, ну, практически всегда мы отвечаем повышению уровня триглицеридов у больных с метаболическим синдромом и уменьшение липопротеинов высокой плотности. Таким образом, понятно, что комплексная терапия пациентов, конечно, должна включать, помимо того, что мы уже упоминали, и гиполепидемическую терапию, и сегодня она также разработана, как и алгоритмы лечения гипертензии, имеет определенные ступени, и это позиции, которые мы должны использовать. Значительно реже мы контролируем вот имеющееся нарушение углеводного обмена и само инсулинорезистентность, поскольку все-таки большинство препаратов, которые относятся к гипогликемическим, не рекомендуется больным с предиабетом, а только для больных с диабетом. Но, тем не менее, такая терапия тоже существует. И вот, глядя на эту схему, на схему, в общем, как мне кажется, очень удачную, в свое время предложенную, глобального кардиометаболического риска, мы прекрасно понимаем, что вот этот набор факторов, которые мы относим к метаболическому синдрому, это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, но не только, все-таки еще и диабета. И, опять-таки, опасность заключается в том, что если возникнет сахарный диабет, то риск развития сердечно-сосудистого события значительно увеличивается. То есть вот тоже проблема, про которую нельзя, ни в коем случае нельзя забывать, когда мы говорим о комплексной терапии пациентов с метаболическим синдромом. Я очень люблю вот этот тоже слайд, потому что все, что визуализируется, все лучше запоминается, и действительно образ этого человека, который входит к нам в кабинет, или мы видим его там в палате, в госпитальных условиях, он очень яркий. Это образ, который сразу информирует нас о наличии у него очень многих факторов риска, поражения органов мишеней. И, как мы уже сказали, мы фиксируем у него, конечно, высокий риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Но вот даже в этой конструкции, очень полной, да, все-таки кое-чего не хватает, и дополнительные исследования, которые сегодня проводятся, позволяют нам говорить, что вот и в критериях диагноза метаболического синдрома, и вот в перечислении всех проявлений его отсутствует очень важная позиция, которую мы называем неалкогольная жировая болезнь печени. И мы постараемся сегодня это с вами обсудить, потому что без диагностики этого состояния, без его выявления, без подключения препаратов для контроля процессов печени, наверное, сегодня трудно работать с больными с метаболическим синдромом. Абсолютно, так сказать, ясная история, это не самоцель, там снижать уровень холестерина или уровень давления и так далее. У нас совсем другая задача, мы ее сформулировали. Нам нужно профилактировать с учетом риска, оценки риска развития сахарный диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания. Есть очень много исследований, которые совершенно очевидно доказывают, что, посмотрите, и смертность от ишемической болезни, и вообще от сердечно-сосудистых заболеваний, и от любых причин. Она абсолютно, так сказать, расходится с уровнем смертности пациентов без метаболического синдрома, вот, а смертность больных с метаболическим синдромом, конечно, совершенно ярко, вот здесь особенно это хорошо видно, она значительно выше. То есть вообще это, безусловно, так, есть дополнительные исследования в отношении цереброваскулярных заболеваний. Кстати, вот было несколько исследований очень интересных по, даже по оценке количества компонентов метаболического синдрома, там, два, три, четыре компонента, которые влияют на риск инсульта. Вот тоже в отношении цереброваскулярных заболеваний надо быть такой, иметь настороженность. Тем не менее, вот метаболический синдром, нам нужно определить риск, риск сердечно-сосудистых заболеваний и риск развития сахарного диабета. Вот существующие, так сказать, шкалы, рекомендации нас не очень устраивают. Именно потому, что метаболический синдром это многокомпонентное состояние. Мы, конечно, можем, вот, например, пользоваться стратификацией риска у больных с предиабетом, да, потому что очень часто имеются вот эти нарушения углеводного обмена, которые мы называем предиабетом. Да, можем. И если нет сердечно-сосудистой болезни и диабета, то это может быть система СКОР, которую совершенно нельзя, как вам хорошо известно, использовать, если есть диабет или если есть сердечно-сосудистые заболевания. Вот эта система СКОР тоже не может нас полностью удовлетворить, хотя она все время совершенствуется. И вот новая вариация, вот представленная в европейских рекомендациях по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, учитывает, как и раньше, возраст, пол, уровень систолического давления и учитывает еще такой вот интересный показатель под названием холестерин не липопротеинов высокой плотности. Есть к этому основания. Но опять, в этой системе не учитывается многое другое. Не учитывается ожирение, не учитывается поражение органов, мишеней. И, конечно, зачастую, если бы мы пользовались только этим, мы, наверное, не смогли бы правильно оценить риск пациентов и разделить их. Если говорить о риске развития диабета, эндокринологи зачастую ориентируются по гликированному гемоглобину. И, конечно, здесь очень такие четкие, у нас есть возможности для оценки этого риска. Но опять, это только одна из позиций. Вот в связи с чем сегодня внимание и эндокринологов, и кардиологов, ну и, надеюсь, терапевтов привлекли публикации, в которых на основании вот таких крупных исследований когорт пациентов была предпринята попытка создать вот эти портреты пациентов, субварианты пациентов с различным риском развития сахарного диабета. Ну и, естественно, в этой ситуации мы понимаем, что и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Выделено было три группы с низким риском и три группы с высоким риском. Всего шесть групп или субварианты. При этом и низкий риск, и высокий риск имели такие портреты пациентов, у которых было ожирение. И вот, если мы посмотрим на категорию низкий риск с ожирением пациентов, то мы увидим, что у этих пациентов очень редко бывает нарушение толерантности к глюкозе, у них нет признаков, по сути, инсулинорезистентности, хотя образ иногда может быть абсолютно таким же. У них нет высоких триглицеридов, при этом, обратите внимание, у них на самом деле признаки висцерального ожирения, или как мы называем, абдоминального присутствуют, потому что окружность талии средняя составляет практически 100 сантиметров, что очень указывает на вот такое абдоминальное отложение жира. Но вот то, что учитывается здесь, это очень важные позиции, именно характеризующиеся выраженность висцерального ожирения. Вот в общий объем висцерального жира и в отдельную позицию выделена жировая болезнь печени, которая может встречаться вот в этом варианте, но значительно реже. Ну и последнее, что хотелось об этом субварианте сказать, это то, что вы видите, там практически нет больных с артериальной гипертонией. Значит, это не совсем наши больные с метаболическим синдромом и с ожирением. А вот эти пациенты, это именно та группа, которая представляет собой лиц с максимальным риском, и это те, у кого есть абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность. И обратите внимание, как основная характеристика этой группы наличие жировой болезни печени. Ну, мы видим, что как раз здесь есть инсулинорезистентность, да, очень часто встречается нарушение толерантности, триглицериды повышены и, кроме того, имеется вот то, что очень важно. Это большое содержание, объема висцерального жира и значительное увеличение, значительное увеличение окружности талии. И вот в данной группе это пациенты, у которых у всех есть жировая болезнь печени. Хотя и в другой группе с абдоминальным ожирением тоже имеется довольно часто, можно увидеть эту жировую болезнь. Ну, вот мы с вами интересуемся этой категорией. И опять-таки, обратите внимание, вот здесь явная гипертензия. Систолическая больше 140, диастолическая средняя больше 90. Вы можете, конечно, так скажем, спросить, а в чем же различие? Они настолько такие явные и настолько серьезные, что их просто невозможно игнорировать. Посмотрите, риск сахарного диабета в этой группе максимальный. В течение 10 лет 50% пациентов продемонстрируют развитие диабета, а в течение 20-75. Это больше, чем в любой другой когорте пациентов. Таким образом, вот по результатам по сути этого исследования удалось выделить те позиции, которые мы обязаны оценивать для определения рисков у пациентов с метаболическим синдромом. И помимо наличия ожирения, абдоминального ожирения, артериальной гипертензии, нарушения углеводного обмена, дислепидемии и гипертриглицеридемии, очень важным на самом деле является вот эта позиция выявления жировой болезни печени, которую мы с вами обозначили как неалкогольная жировая болезнь печени. Хотя вот это название иногда пациентам тоже тревожит. И вот сейчас есть тоже такие точки зрения, что может быть имеет смысл сказать о метаболической жировой болезни печени. Ну, да, важный объем висцерального жира, да, это так. Но все-таки давайте посмотрим на вот эту позицию, которая, как оказалось, коррелирует с максимальным риском развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Последнее время появилось очень много и за рубежом, и в Европе, и у нас рекомендаций и консенсусов, касающихся именно вот этой болезни. Российское общество подготовило такие рекомендации. И сейчас, в общем, готовят к выпуску. Я не видела, вышли они или нет, но это 22-го года апдейт такой в отношении этих рекомендаций. Но еще есть и консенсус, национальный консенсус, очень важный, в котором фактически собрана информация по 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 оценке, так скажем, патогенеза, связи с разными заболеваниями этой болезни и по тому, как надо ее диагностировать и как лечить. Ну, вот надо понимать прекрасно, что вот неалкогольная жировая болезнь печени это хроническое заболевание, еще раз подчеркнем, метаболического генеза, да, и имеется, безусловно, проблема, связанная с соответствующей отрицательной динамикой состояния печени, да, вот от просто жирового наполнения до жировой болезни, а потом до стеатоза, потом цирроз, фиброз и так далее, то есть вот эта важная часть это состояние печени, да, но с другой стороны есть и другая история, поскольку это метаболическое опять-таки проявление и участие именно этого состояния в прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний и в соответственно в увеличении смертности от них, да, вот посмотрите, связанная еще и с тем, что нарушаются функция гепатоцитов в печени, перегруженной жирами и у этого органа нарушаются разные, да, функции, в том числе и те, которые связаны с контролем липидов, а дислипидемия сама по себе, конечно, она связана и с развитием атеросклероза, а смертность у нас основная идет как раз от атеросклеротических заболеваний, которые мы разделяем на коронарную болезнь, заболевания периферических артерий, церебровоскулярную и так далее. Несколько слов о диагностике. Она непроста, более того, и в зарубежной литературе, в зарубежных рекомендациях, и вот в наших российских рекомендациях, и в консенсусе довольно часто отмечается, что тот или иной метод, будучи даже очень диагностически таким значимым, все-таки не рекомендуется к использованию. В данном случае я, конечно, имею в виду МРТ, потому что МРТ очень, так скажем, нам помог бы в выявлении, но с учетом вот стоимость и то, что мы в результате получим, вот тут есть проблемы, поэтому про это тоже не нужно забывать. Однако, надо помнить, что вообще-то диагностика вот этой неалкогольной жировой болезни печени, посмотрите, она наверху должна проводиться, вот посмотрите, у кого с сахарным диабетом второго типа больных, у больных вообще с абдоминальным ожирением и уж тем более с метаболическим синдромом, который мы только что с вами отпрепарировали, да. Ну и есть определенные методики, есть некоторые тесты, вот, например, есть индексы жирового, жировой печени, вот так называемый эффекте ливера индекс, есть интересная методика, тоже нерекомендуемая рутинно по оценке затухания эхо волны, вот это CAP, так называемая controlled attenguation параметр, но вообще-то все считают, что очень важно в хороших руках оценивать вот наличие, да, вот этой болезни с помощью, ну, в общем, обычного ультразвукового исследования, это тоже, тоже возможно. Ну и имея в виду, что все-таки есть определенное прогрессирование заболевания, и мы знаем об этом, предлагается также оценивать, если это возможно, наличие фиброза, да, есть такая специальная шкала, и именно для болезни этой, для жировой болезни печени, ну, вот в отношении нее нет уверенности, что она является, ну, очень, очень диагностически важным таким методом. Ну, так или иначе, есть возможности, и там, где это нужно, наверное, следует это делать, потому что, если мы не будем этого делать, если мы не будем нацелены у патентов с метаболическим синдромом, ну, вот он пришел к нам с артериальной гипертензией, мы поняли, что это метаболический синдром, конечно, мы можем назначить ему гипотензивную терапию, гиполепидемическую, и на этом уйти, да, от ответственности по отношению к этому больному, но это будет неправильно. Конечно, очень важно для нас и выявлять, если она есть, не алкоголь, жировую болезнь печени. Ну, и вы видите, что, по сути, есть виды лечения, которые позволяют и профилактировать прогрессирование, да, заболевания, вот в смысле развития патологии печени, и снижать кардиометаболические факторы риска, так ярко представленные в метаболическом синдроме. Ну, вот в консенсусе упомянули именно препарат Урсосан, но всегда возникает вопрос, почему? У него прекрасное действительно свойство, да, вот посмотрите, и подавление синтеза, и увеличение выведения с желчью, и все это замечательно, но, наверное, все-таки особенно важно то, что имеются исследования, исследования очень серьезные, которые позволяют говорить, что именно этот представитель, да, Урса дезоксихолевой кислоты предпочтителен при назначении. Вы видите, наши исследования, они по результатам позволяют много о чем сказать. Вот наши известные гастроэнтерологи проводили вот это, например, исследование успеха, и видите, что, конечно, здесь речь шла даже в меньшей степени о каких-то проблемах гастроэнтерологических, а больше было интересно увидеть вот определенные моменты, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, уменьшение воспаления, улучшение липидного обмена, но, конечно, в то же время и регресс циатоза, профилактика фиброза печени, ну, а также вот оценивалось, оценивалось, есть или нет снижение риска сердечно-сосудистых осложнений, то есть, то, о чем мы с вами говорили. Ну, и есть дозировки соответствующие, вот, урсосана 10-15 миллиграмм на килограмм веса, две таблетки это достаточная доза при весе пациента около 100 килограмм, и есть рекомендации по приему. Ну, вот, завершая свою вот эту презентацию, этот разговор, позволю отметить некоторые моменты, ну, без рекомендаций по немедикаментозному лечению, которые, конечно, тоже очень важны, это то, что нам надо, нам нужно нормализовать давление, для этого только комбинированная терапия, блокаторами ренино-ангиотензиновой системы, лучше с антагонистами кальция, потому что это более так метаболически нейтрально, а почему сортаны, потому что про них тоже нам известно, что они лучше профилактируют развитие диабета. Не забываем про контроль ЧСС, особенно в последнее время мы понимаем, что сам по себе контроль ЧСС это важная профилактика сердечно-сосудистых событий, можно использовать высоко селективный бета-блокатор. Возможно использование препарата такого, как метформин, он имеет показания при диабете в отличие от других препаратов. Конечно, статины, если есть необходимость в достаточно более интенсивном лечении, добавляется изотемип, добавляется ингибитор PCSK9, но давайте не будем забывать о том, что вот тот же Урсасан, помимо регресса, стеатоза и всего того, о чем мы говорили, он также способен потенциировать действия статинов, и об этом написано и в рекомендациях кардиологического общества. Ну и только вся эта терапия вместе вот у такого больного с максимальным риском способна профилактировать развитие сахарного диабета и сердечно-сосудистых событий. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Да. Что можете сказать о жировой болезни печени без фактора риска развития диабета и сердечно-сосудистых болеваний? Нет, ну на самом деле жировая болезнь печени на самом деле может быть конечно и без ожирения. Я вам показывала вот эти варианты, но это все равно будет метаболически нездоровые люди, вот это тоже надо помогать, понимать. Я вот вам показывала эти группы пациентов, так вот там в некоторых группах пациентов и с низким, и с высоким риском, есть больные, у которых либо выявлялась, либо не выявлялась эта неалкогольная жировая болезнь печени. Главное ведь не конкретно эта болезнь, а портрет пациента, у которого есть и эта болезнь, и те другие факторы риска, которые я упоминала. По одной позиции судить невозможно. Да, может быть у некоторых, у кого явно нет ожирения, но есть другие метаболические нарушения. Такое возможно. Но может в этом случае опять-таки риск быть и низкий, и более высокий, но не такой максимальный, как вот в этой ситуации. продолжительность курса приема Мурсасана. Ну и там второй вопрос, в какой дозе? Ну вот мы говорим, если мы говорим о пациенте 80, да, где-то 100 килограмм как минимум, то речь должна идти о, вот вы видели, вот здесь 10, 15, да, вот даже пройдем сюда специально, да, миллиграмм на килограмм веса. Каждой таблетке по 500, да, вот, и соответственно две таблетки это адекватная доза. Что касается продолжительности, думаю, что это будет еще как бы дополнительное уточнение, но это, конечно, не короткие курсы, а длительные несколько месяцев. Так, еще, друзья, вопросы. Здесь нет, нет. Нет, тогда я, можно, Оксана? Конечно, конечно. Смотрите, вот вы все это рассказываете, рассказываете, рассказываете. Да. А ведь понятно, что мы не видим какой-то одной причины всему этому. Мы видим, что все это связано между собой, и это вроде как не вызывает уже сомнений. Да. Да, а вот причина у нас как-то не получается патогенетически. Ну, причины чего вы имеете? Это воспаление все вообще, нет? Ну, это, конечно, конечно, мы тут, можно сказать, замахнемся. Ну, а куда деваться-то? Ну, я понимаю, мы замахиваемся, мы пытаемся это как бы понять, но, как мне кажется, речь все-таки идет именно о влиянии на биохимическом уровне, и на то, что происходит в сосудах, потому что сосуды главная проблема сердечно-сосудистых заболеваний. А сосуды это воспаление. Конечно, да, вот это и есть воспаление и нарушение эндотериальной дисфункции, и микротромботические и так далее, как Баркоган описывал в свое время, он, правда, воскулит описывал, наш тот, тот геморрагический, микротромбовоскулитом называл, там масса возможностей, да, это воспаление, но оно запускается. Я, пожалуй, не могу назвать конкретную одну причину, я считаю, что одной и нет. Наверное, вот это генетически, тут не причин, причин может быть много, но потом... Нет, ну причин очень много, да. Но я еще... Давайте, углубите эту тему, да. А при чем здесь гиперурекемия? Очень даже при чем, очень при чем. Мы про нее здесь даже не сказали. И, кстати, вот в этом исследовании ее нет. А на самом деле 60% пациентов с метаболическим синдромом, вот по этому исследованию, даже нашему, Nation, который там проводили, имеют гиперурекемию. Ну, в отношении гиперурекемии тут все известно только в рамках подагр. Правильно? Поскольку там именно и демонстрируется, вот как возникает воспаление, как возникает эндотелиальная дисфункция, какие изменения возникают у больных с подагрой. Но сегодня, когда мы говорим о бессимптомной гиперурекемии, то, конечно, это пациенты вот наши с метаболическим синдромом. Вы вот все вот глубоко так вот в этот патогенез. Ну, по-моему, это сейчас немножко, ну, как вам сказать, это, конечно, очень интересно, но существует и такая вот позиция, которая не обязательно вот так глубоко, как мне кажется, это копать, тем более, что легко ошибиться. Легко ошибиться, так как и гиперурекемия, и липиды, и давление, плюс еще другие факторы, все будет в результате повреждать сосудистую стенку и вызывать воспаление. Я тут считаю, что все это похоже на эту модель Баркогана с фактором Виллибранта и с реакцией на вот разные такие, ну, вмешательства, которые... Ну, я-то абсолютно в этом уверен. Да, вот и я так читаю, да. Я поэтому и задал вопрос на самом деле, вы видите, прям просто подтвердили мои самые печальные... Ну, очень хорошо, что мы с вами едины в этом вопросе, хотя на все ответить не можем. Ответить не можем, но копать придется в этом направлении. Ну, я тоже очень люблю копать, если честно, очень люблю. Спасибо большое, очень было интересно с вами беседовать. Хорошие, такой, короткие наши с вами дискуссии. Да, спасибо, было интересно, правда. Все, всем хорошего. До свидания. До свидания. Да, до свидания, спасибо. Всем спасибо, слушайте.